Так, ну что, давай обзовем, что есть, как называется. Ну вот это слайд, латунный слайд для этого самого, ну я сам на нем еще... Ну я понял, да, то есть его нарезаешь дома, и у тебя получаются гайки вместо колец на пальце. Нет, это самое, он вот. То есть, ну когда научишься играть, вот получается, вот как на безладовых вот эти переходы, потому что без нем, видишь, как вот, например. Ну своеобразно тоже звук. Слушай, смотри, я по отзывам читал, относительно того, что он там что-то зачищен, не зачищен, пол качества, чего скажешь, надо его дорабатывать напильником или нет? Нет, это абсолютно нормальный слайд. Нет, ну здесь может быть вот эти вот, но они никакой роли не играют, то есть наоборот, даже может быть где-то лучше для фиксации. Ну и модно. Ну хорошо, правильно? 3 января, что еще можно ожидать? И звук все падает. Нафига смазывать струны? Больше не струны, суд в чем? Берем, покупаем лимонное масло называется, смачиваем хорошенько бумажку и обрабатываем. То есть получается, что обрабатывается даже не столько сами струны нужно, а столько вот палисандровая вот эта темная накладка. А для чего ее обрабатывать? Во-первых, она пропитка идет. Ну как, это же дерево, так любое дерево, любое дерево обрабатывают. Вот, для музыкальных больше всего, конечно, подходит вот именно лимонное масло. Почему еще оно нужно? Потому что она пропитывается и создает такую, как защиту. Ну, а изначально она чем была пропитана? Она тоже маслотима была пропитана. Просто мало здесь, как бы для того, чтобы она сухая не была, там не зачерствела. Вот, а так больше просто вот у меня пузырек, капаешь, обильно смазываешь. И, подожди, и следовательно, вот эта ерунда нужна для того, чтобы струны вытереть, чтобы они не были жирными или как? Да, во-первых, профессиональные музыканты всегда смазывают вот эти места и вот эти места, где порожки, для того, чтобы тянуть струны. Потому что делают бенды, это вот эти вот. Ну, потом подключу, покажу. Да, она должна, струна должна тянуться и хорошо скользить вот в этих местах. Иначе она просто будет перетираться, может лопнуть. То есть, сами струны смазываются, и плюс вот это, любые пальцы, какие бы руки там чистые не были, какой бы там метаболизм у человека не был, да, тело потеет. Выделяется, в том числе вот сальные железы, выделяется жир. Просто гитары вот эти новые, вот у меня на даче есть гитара, она там, я ее 20 лет назад покупал. Вот на ней, естественно, я ее не обрабатывал, там, это такие советские дрова, чего это называется. То есть, там очень хорошо видно, что на ней долго играли, что ее не обрабатывали. Потому что с годами вот эта вот штука просто превращается в такую заляпанную. И чем хорошо, что не нужно снимать струны. Обычно вот я до этого менял струны на вот этой гитаре, обрабатывал накладку, то есть, снимал струны, протирал тряпочкой. А вот с этой штукой я просто беру, мажу и все. Ну, давай вот это. Каподастер. Каподастер, да, точно. Давай ругаться матом. Надеюсь, дети нас не смотрят. Каподастер купленный у нас здесь за 700 рублей. Вот Каподастер, купленный на Алиэкспрессе за... Да называют их просто китайцами. Да, 300 рублей. То есть, по весу вот этот потяжелее. То есть, металл такой подобротнее. Резиновая прокладка есть и тут, и тут. Хотя здесь она такая, более помягчая. Ну, может, новая? Нет, прокладка. Она потолще даже. Изначально толще. Да, видишь? Слушай, так не видно будет. Давай, 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 вот так. То есть, она изначально толще, как бы, для фиксации... Толще, дешевле, железней, круче. Да, да, да. Совсем у нас оборзелись. Кто знает, да, вот они понимают, что это вот. Менять тональности, грубо говоря. Ну, еще сменю. Беда печаль. Каподастер. Новое слово. Каподастер. Так, ну, кабеля, собственно, про них что-то долго рассказывать-то смысла нету, да? Кабель и кабель, короткие педали соединять. Короткие педали соединять, качество хорошее. То есть, ну, я думаю, что люди, кто смотрит, понимают. Цепочка процессоров. Плюс педали. Соответственно, там они выставляются. Коротко, удобно. Ах, да. И так далее, там, до бесконечности. Еще одну, еще одну, еще одну, да? Качество хорошее, то есть, ну, когда уже посмотри, вот оно, по весу даже берешь, вот, да? Железяка не такая, тут не видно, что она не дешевая, а нормально хороший металл. По цене получается, что вот эти шесть штук стоят, как у нас в магазине одна. Нормально. А так немножко подождать. Так, ну, что? Что у нас тут осталось? Что у нас осталось? Лупер у нас остался. У нас остался, да. А, ну, вот эта штука-то есть. Ну, она идет в комплекте с этим, она чистит струны, получается. Замыкается просто. По струнам так вот проходим. Ну, она отдельной жизнью живет, или она нужна именно в связке с лимонной кислотой? Нет, 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 это отдельной жизнью. Потому что она комплектовалась вместе. Нет, это я отдельно заказывал. Нет, она была вместе с ним в комплекте. Она вот с этой ерундой в комплект пришла. Заказывала отдельно. Просто она, ну, как бы, посылку на она пришла, а заказывала... Нет, она в лоте идет вместе с этой ерундой сразу. Ну, по ссылку я тебе на неё отдельную скидывал, я просто помню, что такое бралутное. Просто даже без вот этой штуки под струнами нужно чистить, потому что если взять гитару, на которой долго играли, не чистили, вот так вот возьмёшь вот струной, ногтём проведёшь до конца, и соберётся очень много такой грязи. Ну, можно из рогатки будет стреляться. Где там этот одинокий лупер? Ты пиши. Да. Одинокий лупер на полу лежит. В комплекте у него блоки питания не идёт, вот у меня такие блоки питания есть от других процессоров, это я, правда, делал активисты. Слушай, подожди, это похоже на толстую Nokia, да? Ну, похоже, да. Единственное, что все стандартные блоки питания идут, у них внутренний плюс, внешний минус, контакт. У музыкальных всех вот этих вот приспособлений у них наоборот идёт, поэтому я его просто перепаял. Слушай, а ты не смотрел, собственно говоря, нету случайно у него в продаже? Есть. А что ж ты не заказал? Или тебе попаять хотелось? Потом. Ну, нет, он был как бы напугал. То есть, в общем, в итоге получается, если лупер берёшь, да, надо иметь для него зарядку. Обязательно. Ну, не зарядка, а блок питания. Блок питания. Там у него есть блок питания, потом такой джек специальный на несколько выходов на питание, то есть чтобы это самое... Вот, ну, грубо говоря, в чём суть? Значит, сейчас лупер, вот и видно, да, лампочка не горит, то есть он работает на прямой вход, то есть звук идёт на комбоусилитель. Мы нажимаем, загорится красная лампочка и будем играть, и он будет записывать. Ну, так, сейчас я наиграю что-нибудь такое простенькое для импровизации. Ну, всё. Нет, ведь технически, объясни, начинает гореть синяя. Да, начинает гореть синяя. Теперь лупер начинает воспроизводить сам зацикливая постоянно то, что я заиграл. Вот этот отрывок два такта я сыграл, да? Вот он зацикливает. Что дальше-то? Нужно дальше, ну, там, развить тему, да? Ну, добавлю ещё басов. Сейчас записи нет, у меня ещё надо будет раз нажать. Всё, теперь... То, что я уже сыграл, она идёт уже сразу ударой, да? Не может вставать сразу строну. Ну, и так поимпровизировать. Включить ты не забыл на запись? Не, а я дальше могу просто играть, вот сам уже как хочу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, дальше запишем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и всё, по сути. Отключаю гитару, ставлю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А у нас тут этот, человек-оркестр. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А если там кто-то чего-то еще хочет, можно там от себя добавить. Я, правда, на ней не умею, это такое надо играть. Но, может, ноты попадут. Хандельтон! Снова только лень. Снова только лень. Хорош? Да давай. Слушай, как долго она может записывать? До 30 минут. До 30 минут она цикл может сделать. Дальше продолжает. Чтобы стереть, нажимаешь резко, и потом второй раз делаешь. Нет, ужас. Все. Тише делай, а то фонит. До 30 минут, значит, она может записать. Ты смотрел фильм Хангельдон? Что? Хангельдон. Помнишь фильм? Нет. Слушай, ты по возрасту должен помнить фильм Хангельдон. Чудесный фильм. Пересмотри обязательно. Скачай с торрент и пересмотри. Он тоже был в золотой флейте. С утяжелителями какими-то на ногах. В общем, бегал искусством обучал. А зачем их много? О, слушай. Это понимаешь как? А, кстати, вот даже для сравнения. Это стандартный размер. Вот просто смотри. Это лупер. Вообще-то называется педаль эффектов. Это педаль эффектов. Называется лупер. То есть, это как бы... Лук. Ну, от слова лук. То есть, зацикливать. Это другая педаль эффектов. Просто, например, скажем так, похожая есть вот здесь. Сейчас я покажу, что это. Ну, слышно, да? Звук, то есть, такая-такая простая гитара. Сейчас партишь. Можно добавить вот эту гейну. Кстати, вот педалька тоже есть там. Называется noise gate. Удаляет вот этот шум. Вот этот шум, это вот, например, звукосниматели. Ну, вот фонит, электричество в розетке. Фонят, лампы. Она все это чувствует. Ну, то есть, вот это такой металлический звук. Вот это такой металлический звук. Ну, я уже вот рассказывал, в принципе, вот эта педаль мне не нравится. Почему не нравится, сейчас покажу. У меня здесь, на этом самом, да. И вот, соответственно, здесь то же самое. Есть металлический звук, есть блюзовый звук, есть еще какие-то эффекты. Вот у меня здесь, на этом, на хром, на скалковом усилителе, есть очень хорошие родные эффекты. Вот, например, хорус. Вот есть педалька хоруса. Это вот такой вот эффект хоруса. То есть, это все педалька. Есть фленджер, он называется. Ну, чуть-чуть другой будет эффект. Вот. Файзер. Ну, и таки, это классический эффект. Вот. Есть октавы. То есть, вот там тоже такое название есть. Он, помимо основной октавы, которую ты играешь, он, наверное, на октаву ниже делает или выше ноту, которую ты играешь. И получается такой двойной звук. Такой интересный, своеобразный дилей. То есть, здесь идут тоже разные такие. Такой слышь, как эхо. В общем, аккумулятор садится. В очередной раз. Давай, значит, закажем каких-то педалей. Устроим тебе тут этого всего побольше. И, возможно, кто-то чего-то каких-то вопросов задаст. Ну, и тебе их передадим. Попробуем на них ответить. Давай. Ну, зайсим все. Всех с наступившим. До скорых встреч. Прощаться будешь? Да. Всем пока. Да ты не здоровался даже. Сначала привет. Здорово. А тебе пока. Хе-хе-хе-хе. Что бе험ство. Хе-хе-хе-хе. К comes с садится. Субтитры создавал DimaTorzok